Присоединяю к нашему эфиру Ольгу Курносову, российский оппозиционный политик. С нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте. Приветствую вас. Рады вас видеть. Здравствуйте. Так, ну, Бункерный сегодня выходил на сеанс прямой связи, на Валдае, да, наговорил там и по поводу происходящих событий в Карабахе. Значит, момент первый. Он узнал о признании Армении и Карабаха в составе Азербайджана из прессы. Ну, надо же. Читает пресса. Удивительное просто. Ну, да. Удивительно, что он буквы помнит, конечно, с одной стороны. В его-то возрасте. Но, как вы считаете, это попытка объяснить что? Ну, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Да, понятное дело, что историю с Тогорным Карабахом Россия полностью проиграла. Просто, что называется, Аргентина и Майка 5.0. Понятно, что эмоционально в России достаточно сильную роль играли люди. Ну, просто исторические проармянские настроения в России были более сильные, чисто эмоционально, чем проазербайджанские. Поэтому, собственно, вот то, что произошло, это такое очень неприятное пощечино Путину. Ведь там находились российские миротворцы, которые палец за палец не ударили и ничего не сделали. Более того, мы, понятно, понимаем, что когда Эрдоган прилетал в Сочи к Путину, он наверняка его предупредил о том, что это будет происходить. И, соответственно, Путин знал о том, что произойдет в Карабахе. И вовсе не из прессы, а из своей личной встречи с Раджепом Таипом Эрдоганом. Поэтому рассказывать нам сказки, ну, вернее, врать, как он любит, ну, вот лишний раз наврал. Он сегодня очень много что наврал на Валдае, просто даже страшно сказать, сколько. Унижение там действительно было. Дважды расстреливались так называемые российские миротворцы, и Кремль проглотил это. Никаких рассказов о красных линиях не было. Обратили на это внимание? Ну как же, Алиев же извинился, лично извинился. И этого было достаточно, оказывается. Ну, конечно, достаточно. А что еще, собственно, мог сделать Кремль, когда Эрдоган погрозил пальчиком и сказал, ай-яй-яй, может быть, что-то гораздо хуже. Понятно, что сегодня Россия слаба, и, собственно, то, что произошло, это не просто показатель этой слабости, но это просто, на мой взгляд, такое публичное унижение. Ну, смотрите, вот количество публичных унижений растет. Вот, Эрдоган погрозил пальчиком. Армения ратифицировала римский статут. А между тем уже маячит на горизонте анонсированный такой визит Владимира Путина в Поднебесную, в Китай. Дорога относительно дальняя. Много чего может случиться. Вот такие версии ходят. Скажите, пожалуйста, все-таки рискнет Путин полететь лично к Си Цзиньпину, по вашему мнению? Ну, в Китай может рискнуть. Хотя страшновато, конечно. Черт его знает, самолеты. На Валдай он же рассказал нам, следствие еще не разобралось, а Путин-то уже все знает, что с Пригожным случилось. Оказывается, там какие-то гранаты взорвались. И точно не было никакого внешнего воздействия. Все произошло изнутри. Теперь понятно, что мы точно знаем, что, так сказать, самолет с Пригожным взбили. Поэтому каждое дополнительное сообщение Путина нам показывает, на самом деле, куда нужно смотреть и к чему готовиться. Поэтому, да. Ну, по Пригожину там вообще было очень показательно, и что из себя представляет Путин. Он в очередной раз продемонстрировал. Он же не к месту упомянул, что Пригожин был наркоманом, килограммы кокаина у него нашли. Это, знаете, как месть моя страшна, я убью, но вот еще и не откажу себе в удовольствии помочиться на могилку своего врага. Вот так вот это выглядело. Вы неоднократно уже вспоминаете Валдай. Что вы вообще услышали из этого обращения сегодняшнего? Интересного? Если там что-то было интересное. Ничего интересного там, конечно, не было, да. Но мне показалось, что все-таки как-то немножко нервен Путин. Потому что я не понимаю, зачем вообще было вспоминать Пригожина. Ну и нам же уже сказали. Вот Следственный комитет разбирается, разберется, и все нам расскажет. А тут вдруг Путин сам, он же всегда говорил, я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов. А тут все вдруг рассказывает, что случилось. Поэтому, конечно, в таком нервическом настроении можно и в Китай не полететь. Но зависит от того, все-таки, как там китайские врачи пообещают иголочки повставлять в нужные места или нет. Мне кажется, от этого многое зависит. Мы говорили, что он, кстати, израильскими врачами пользуется. Хорошо. Если не к врачам, не только на иголочке, чего Путин ждет от этого визита? Если он его вообще, конечно, хочет. Ведь вызвал-то его фактически так. Ну, если посмотреть по информационному полю, его на ковер к себе вызвал Си Цзиньпин, скорее. Ну, младший партнер. Поэтому, конечно, что еще остается? Больше не с кем разговаривать. Если и Китай не будет поставлять в Россию некоторые совершенно необходимые предметы, то уж тогда непонятно, чьи чипы запихивать в ракеты и что вообще делать. Поэтому, конечно, если Си будет настаивать, то Путина придется ехать, несмотря на то, хочет он или не хочет. Поэтому, конечно, все зависит от китайской стороны. Если китайская страна считает, что нужно, то значит, он поедет. А вот дела во внутреннем российском, так сказать, королевстве кривых зеркал. Сегодня Шойгу высказался о новой волне мобилизации, вообще о мобилизации в целом. Сказал, как бы, если переводить простым языком, что все хорошо, никакой потребности новой мобилизации нет. Но мы знаем, что если в Кремле говорят, что что-то происходит, значит, этого не происходит. В свою очередь и наоборот. Скажите, пожалуйста, учитывая заявление Шойгу, можно ли говорить о том, что мобилизация в Российской Федерации на самом деле будет только усиливаться? Так она уже идет. А будет ли усиливаться? Усиливаться? Ну, зависит от того, какими темпами у них сейчас идет осенний призыв. Если не будут набирать, то еще и прибавят. Ну и потом, собственно, потом-то осенний призыв закончится, и можно уже будет спокойненько мобилизовывать следующую волну. А то как-то все уже подрасслабились. Собственно, мясо пушечное, оно по-прежнему необходимо. Поэтому, конечно, ничего хорошего ждать народонаселению российскому не стоит. Ну и тот же Шойгу гарантирует, что призывники этого года, они не появятся на фронте в Украине. Но какое лицемерие? В то же время Министерство обороны вводит поправки к закону о том, что призывники могут с первого дня заключать контракты с Министерством обороны. То есть понятно, куда этих детей гонят. Ну, наверное, не с первого. Пускай сначала они примут присягу. Ну, после присяги, да. Как присягу примут, так уже можно и на контракт переходить. Поэтому, конечно, это абсолютная ложь, как и все то, что они говорят. То есть, по большому счету, вот можно их слушать и как бы менять знак и понимать, что собираются они делать. Поэтому, конечно же, призывники попадут на фронт. А куда их еще девать-то? И более того, призывники – это самое такое, самое простое для них. То есть им куда скажут, туда они и пошли. Ну, что там, 18, 19, 20 лет. Что они могут? По большому счету, сильно сопротивляться-то не могут. Вот почти еще там не сильно взрослые. Так что для Министерства обороны это самые удобные кадры, к сожалению. Ну, и интересная еще новость, что России, судя по всему, придется вводить новые налоги, чтобы профинансировать войну в следующем году. Все дело в бюджете. На следующий год он основан на нерегулярных сборах, так называемых, на которых, в общем-то, опираться сложно. И чтобы залатать дыру, пишет Financial Times, власти, вероятно, ведут новые сборы. А кого коснутся эти сборы? Кого назначат дойной коровой? Ну, обычно сборы касаются самых бедных, да? Потому что, ну, не с олигархов же, правда, деньги-то собирать. Поэтому можно повысить коммунальные услуги, цены на газ и прочие замечательные вещи, от которых никуда не деться. Поэтому, мне кажется, приготовиться надо всему населению Российской Федерации. Потому что, ну, если как-то прищемить хвост олигархам, неизвестно, что они могут выкинуть. Такие люди ненадежные. Население в этом смысле гораздо надежнее. Ну, один олигарх уже сегодня показал, что они могут выкинуть, ну, и, по крайней мере, готовы к этому. Я о телеграм-посте в телеграме Олега Дерипаски. Я могу даже процитировать. У нас суверенная экономика и рост благосостояния граждан приоритеты, но, похоже, только в пределах Малой Москвы и по ТМВ. Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году. Несколько часов просуществовал этот пост, конечно, он затем его вытер. Это был сигнал предупреждения. И насколько он описывает ситуацию в этих олигархических верхах, в их думах? Ну, Дерипаска уже который раз пытается рыпнуться, и который раз ему не дают сильно рыпнуться. Там предыдущая попытка показать, что он не согласен, была как раз перед прошлым Петербургским экономическим форумом, куда его притащили практически силой. Но сейчас очередная попытка. Мне кажется, что это все-таки может привести действительно к уходу некоторых олигархов и началу нормальной попытки выйти, в том числе и с санкций. Мы знаем, какие условия выдвигает Украина. Для этого нужно громко признать войну преступной и начать деятельно раскаиваться, то есть помогать ЗСУ. Помогать рублем, да. Поэтому почему-то и нет. Посмотрим. Спасибо огромное за этот разговор. Мы вам благодарим за эту беседу. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, присоединялась к нашему эфиру. Субтитры создавал DimaTorzok